Развитию физкультуры и спорта в Бежице уделяется особое внимание. Строятся спортивные центры, ремонтируются спортшколы, периодически открываются новые секции. В 61-й школе бассейн законсервирован с 1997 года. Ученики, да и преподаватели вспоминают, даже зайти в это крыло было страшно, все настолько было запущено. А чтобы поплавать, школьникам приходилось из нового городка ездить в бассейны Володарского или Советского районов. Я очень люблю плавать. Пока в школе был не открыт бассейн, я ездила аж на гостиницу туристов. Для меня это очень далеко, поскольку я еще хожу на музыку и урок не успеваю делать. А сейчас, когда открылся в школе бассейн, наконец-таки появилась такая возможность не ездить так далеко и можно, чтобы уже близко было совсем. Мы можем открыть секцию по плаванию, то есть можем научить ребят этому виду спорта. Также, я думаю, что может быть в дальнейшем и ученики нашей школы станут чемпионами области и может быть даже России. Бассейн в 61-й школе – первый восстановленный по программе реконструкция плавательных бассейнов при образовательных учреждениях Бежицкого района. Вся ценность данного бассейна не только в красивой отделке, но еще и в воде. Вода не хлорирована, а проходит ининизацию. И вот даже если ребенок этот глоток сделает воды, он только будет здоровее от этого. На установку новейшего импортного оборудования, на вентиляцию, модернизированный специальный потолок, дорожки с подогревом, систему очистки воды и, естественно, сам ремонт ушло больше 7 миллионов рублей. Благодаря активности областных и городских властей бассейн введен в строй точно по графику. Сегодня мы сделали вот это хорошее дело, а впереди еще очень много дел. И детский спортивный центр в центре Бежицкого района, и реконструкция знаменитого стадиона «Десна». Потому что лично под свой контроль взял губернатор. Мы прекрасно понимаем, что если где-то даже на каком-то этапе не будет силового, авторитарного давления на решение вот этой проблемы, долг будет значительно меньше. Татьяна Глазова, Александр Друсинов. События. Брянск.